Электрическая коляска, ходунки и костыли Форум «Инклюзивное волонтерство» в университете – это шанс для Максима поделиться своим опытом со студентами, рассказать, как во время обучения справлялся с трудностями. В Ялте программа проводится второй раз. В 2019-м в ней приняли участие 48 студентов из Астраханской и Волгоградской области, Республики Адыгея и Севастополя. «Инклюзивное волонтерство для меня – это возможность дать образование любому человеку. Дело в том, что у меня было много примеров из жизни, когда не было возможности, и благодаря форуму, который здесь проходит, мне кажется, наш ВУЗ сможет больше воспитывать и обучать инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья». «Каждый день для волонтеров расписан по часам. Утром круглые столы и мастер-классы, вечером сессии. От расстройств опорно-двигательного аппарата до проблем с органами чувств. За одну неделю ребята научатся помогать всем». «Привет, меня зовут Д.А.Ш.А. Жесты – словно иностранный язык. На нем разговаривают более 360 миллионов людей по всему миру. Это в два раза больше, чем население нашей страны». Студенты факультета социально-коррекционной педагогики уже на первом курсе изучают дактилологию, пальцевый алфавит, а затем переходят к жестам глухих. С помощью этого языка можно даже спеть песню. «Мы пойдем с ним по морю и стяну». «Расскажи, пожалуйста, каждую ли песню можно перевести на этих жестов?» «Нет. Например, если ты девушка, то ты можешь переводить песни только с женским голосом, потому что в каждой песне есть слова, и мужчина поет от слов «он», то есть «сказал», «сделал», а девушка поет «сказал» и «сделал», поэтому от этого сразу отталкиваешься». На сессию приехали студенты разных направлений обучения. Екатерина – будущий юрист. Инклюзивным волонтерством заинтересовалась всего месяц назад. «Я считаю, что всем людям нужна разная помощь, в том числе юридическая, экономическая, социальная. А людям с ограниченной ответственностью она нужна в большей степени, в большей части. Но поскольку с этими людьми сложнее общаться, то нужно этому обучаться». В прошлом году в Крымском федеральном университете отчислилось 172 студента с инвалидностью. В этом году их уже 206. «Очень много мероприятий проводится в культурно-досуговой деятельности. И часто забывают про студентов с инвалидностью и не приглашают их на экскурсии, не приглашают на соревнования. А здесь важно, чтобы их одногруппники, условно здоровые студенты, понимали, как работать с ними». В Крым ежегодно приезжает большое количество туристов. Среди них и люди с инвалидностью. На достигнутом ресурсно-учебно-методический центр останавливаться не планируют. Небезразличные крымчане работают над созданием инклюзивных экскурсионных маршрутов, чтобы сделать пребывание гостей полуострова более комфортным. Дарья Шарипова, Влад Мошек. Утро нового дня.